Привет, друзья! С вами Дмитрий Коропенко. Тема этого краткого видео посвящена такому важному вопросу, а именно, как получить 8 баллов и выше на IELTS Speaking. Я запишу несколько видео на эту тему, несколько аспектов, которые помогут вам при вашем желании поэкспериментировать и принять эти советы, которые помогут вам действительно получить 8, 8,5, может быть, даже 9 на IELTS Speaking. Ну, сразу сделаем такую оговорочку, что 9 на IELTS Speaking – это очень-очень редкое явление. Например, я читал книжку одного из интервьюеров, он грейдеров, в общем, людей, которые и проводят интервью на IELTS, и потом и оценивают эссе и так далее, и так далее. И вот он писал, что за 4000 человек, которые он через себя пропустил на интервью на IELTS Speaking, ни одной девятки он не поставил. Ну, не поставил, так и бог с ним, да, пускай не ставит. Но 8,5 ставил довольно, как бы, скажем, часто, да, и 8 тем более. Итак, друзья, аспект этого, который рассматриваем в этом видео, звучит так, очень просто – скорость. Смотрите, почему я об этом говорю. Так как я подготовил уже ни одного человека, далеко ни одного, к сдаче IELTS, и в основном, как бы, успешно, то есть люди получали тот балл, который им нужен или выше, и, естественно, я вижу их личность, вижу их темпераменты, речевые какие-то особенности и так далее, их словарный запас и все такое прочее. Естественно, я могу уже на основании своего опыта делать выводы, предугадывать, как бы, сколько он, она получит на IELTS Speaking. И в основном это совпадает, в основном, не всегда, но в основном. Вот, например, там writing письмо, там такие чудеса на IELTS, что это просто, ну, вообще, это тема отдельного видео. А вот Speaking предугадать довольно несложно. Итак, смотрите, друзья, скорость, ключевая фраза, ключевой совет вам. Хотя бы это без меня, как бы, знаете, но позвольте вам напомнить. На IELTS Speaking стараемся говорить как можно быстрее. То есть, чем быстрее, тем лучше. Почему? Ну, во-первых, смотрите, наша речь, по идее, на этом IELTS Speaking должна напоминать речь образованного языконосителя. Как говорят образованные языконосители? Давайте, ну, если мы включим какой-то фильм на английском, да, или какое-то интервью на улице, так далее, образованный языконосители говорят, вот так, как сейчас я говорю, да, может быть, на микрон там медленнее, или даже, может быть, немножко быстрее. Ну, темперамент разный, так далее, характер, менталитет и так далее. Но в основном они говорят быстро. А нам нужно на IELTS Speaking имитировать, ну, чтобы наша речь напоминала речь образованного языконосителя. Поэтому надо говорить быстро. Это причина номер один. Вторая причина, более такая, как бы, академическая. Смотрите, ваш балл на IELTS Speaking повышается, он будет выше и выше и выше, если интервьюер будет видеть, что вы не подбираете, ну, меньше подбираете слова и фразы, да. Естественно, что ни языконосители, ни единицы из них владеют языком до такой степени, чтобы автоматически говорить более-менее длинные предложения, тем более на какие-то там еще академические темы или философские, да. А в основном слова мы подбираем. Мозг автоматически разум выстреливает на русском, там, на украинском, на каком угодно языке, а потом автоматом переводит более-менее. Конечно, избавиться от этого можно, но большинство, большинство, как бы, учеников, которые я встречал, абсолютно, они от этого не избавляются, потому что, потому что их не учили так, ни в школе, ни в репетиторе и так далее. И поэтому мы подбираем слова. Но снаружи, как бы, с той стороны экзаменатор, он смотрит на нас, он не видит, что происходит в нашем разуме именно, да, он только видит и слышит то, что мы производим. И поэтому он не может додуматься четко, как бы, мы подбираем там внутри слова или нет. И поэтому, чем быстрее вы говорите, тем больше создается ощущение, что слова вы не подбираете, ну, или менее подбираете. И поэтому я был свидетелем десятки, может быть, сотни раз, когда ученица 11-го класса или 10-го получала за айлспики, допустим, 6-5 или 7, ну, допустим, 7, да, а дядька 35-40-летний, у которого словарные запасы активные, пассивные, ну, я вам точно говорю, в 5 раз больше, чем у этой девочки, получал, там, 5,5-6. Почему? Потому что он говорил медленно, намного-намного медленнее. Он пытался выдавать вот эти фразы, да, а оно со стороны заметно, что он выдает, что он их подбирает, да, он их пытается смаковать, да, но оно не получается не очень, как бы, натурально, да, все равно заметно, что он их подбирает. А девочка, вращая, ну, грубо говоря, тремя словами, говорит это так быстро, что создается ощущение, что она, ну, не все же образованные языконосители употребляют в своих предложениях такие первоязыковые, да, многие говорят просто, как и мы в жизни. И поэтому, позвольте еще раз повториться, старайтесь говорить, натренируйтесь, постарайтесь натренироваться, говорить на айлспитинг как можно быстрее. Бывает, что люди могут получить 8, 8, 5 и 9, даже говоря не очень быстро, как бы философство, но для этого вам понадобится такой словарный запас, такие фразы, такая красота речи и так далее, чтобы у интервьюера возникло ощущение, ну, что вы просто, ну, гуру, да, метр языковых упражнений этих всех. И поэтому вы не подбираете слова, хотя вы говорите не спеша, но у вас такая красивая речь. Я подозреваю, друзья, если вы смотрите это видео, из 100 смотрящих, как бы, ну, у 95 ситуация абсолютно другая, или даже больше. То есть человек 5, там, 4 на 100 могут так сделать, может быть, один. Всем остальным 97, там, 98 рекомендация, говорите быстро. Тренируйтесь со своим репетитором, говорить быстро, 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 быстро. Настолько быстро, вы постепенно привыкнете, не включаете улыбочку на илспикинг, быстро говорите и, в общем, меньше беспокоимся об ошибках и так далее, ваша речь идется. Это производит обалденное впечатление на этого экзаменатора, как бы, на это интервьюера, потому что он уже почти зомбирован, да, но я шучу, вы у него, может быть, уже 40-ой за этот день, да. И поэтому монотонное такое бормотание, одно и то же, оно ему уже так в печенках сидит, и тут вдруг вы освежаете его, вы говорите быстро, да, он немножечко пусть проснется хотя бы, да, и своего зомби-режима выйдет. Итак, друзья, еще раз повторюсь, стараемся говорить быстро. Это однозначно лучше, чем говорить медленно или даже в среднем темпе. Это даст вам огромный плюс, даже если вы, ваш словарный запас будет намного-намного меньше, чем если бы вы медленно подбирали слова, по крайней мере, на основании моего опыта. С вами был Дмитрий Карапенко, красивого вам английского, восьмерок вам, восьмерок с половиной и девяток на Айлтсах, до встречи в следующих видео.